Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». И сегодня мы на самом настоящем карантине. У нас сегодня телемост. В связи с тем, что не можем мы собираться, собственно, в одной студии больше, чем два человека. Соблюдаем все правила. Являемся законопослушными гражданами. Сегодня в моем эфире участвует аж три человека на удаленном видеосообщении. Это владелица «Чанг-бар» Ольга Легошина. Добрый вечер, Ольга. Привет всем. И Влад Пестряков, шеф-бармен. Привет, привет. Всех видно, слышно. И Бруно Шестаков, хост заведения «Чанг-бар». Привет. Привет, привет. Планировали данный эфир. И так получилось, что, да, не совсем веселые времена мы сегодня собрались. Но я думаю, что целью моей программы является приоткрыть глаза как на не очень хорошие вещи, но и на хорошие. Поэтому сегодня мы, безусловно, начнем с позитивных, я думаю, новостей. Поговорим о безумно интересном проекте, который открылся только в том году, в конце того года. Ну, конечно, в конце передачи мы подведем итоги, что же все-таки происходит в мире, что же происходит в Латвии, насколько примет удар барная индустрия на себя, когда это все восстановится. И я, в свою очередь, напоминаю номера для связи со студией. Если у наших радиослушателей будут какие-то вопросы, будем рады. 6721-2939, 6721-3939, номера для связи. Так, и мы продолжаем. Добрый вечер еще раз, мои дорогие гости. Ольга, первый вопрос к вам. Расскажите немного о себе, как вы пришли к тому, что открыли что-то абсолютно уникальное, неповторимое в нашем городе. Были ли вы ранее связаны с ресторанным бизнесом? Ну, вот как-то так, пару слов для понимания. Привет еще раз всем. На самом деле я не была непосредственно связана с барной индустрией, с ресторанным бизнесом в качестве собственника, но в качестве посетителя для меня это очень знакомая история, потому что очень много заведений в Москве, классных, крутых. И так как я переехала из Москвы, для меня это всегда было актуально. И переехав сюда три года назад, я поняла, что не хватает наверху этого какого-то особенного, до особенной сферы. Очень классно многие заведения работают, мне все нравится, но мне хотелось принести какую-то уникальную концепцию, создать место для встреч с другими, место радовало не только целями, напитками, но и в то же самое время радовало интерьерам, радовало очень уникальной атмосферой, каким-то уникальным подходом. И вот, собственно говоря, это для меня была такая первая задача, которую я перед собой поставила. Как дизайнер интерьера, как человек, связанный с интерьерами профессионально, я решила использовать все свои... Ольга, извиняюсь, немножко вас перебью. Можно поближе к микрофону, чтобы у нас звук был более четким, если есть такая возможность. Извиняюсь за то, что пришлось прервать, но чтобы просто было качественно слышно. Да, дизайнер интерьера, вы остановились. Лучше? Да, гораздо, спасибо. Да. Вот, спасибо. Я, как дизайнер интерьера, занимаюсь этим профессионально уже несколько лет, и для меня было важно создать классный интерьер, классную атмосферу, естественно, и хорошие напитки, и, собственно говоря, вот это было задачей. И я думаю, что мы, в принципе, с этим справились, благодаря всей нашей команде. Спасибо вам, ребята, большое за это. Да, ребята, даже на карантине вон. Да, пожалуйста. Поддерживаю, да. Хорошо, но ваш бар, в любом случае, вы сказали, да, вам нравились многие заведения, у вас был опыт походов в разные ресторанные бары, но вы решили открыть абсолютно что-то непохожее, да, то есть у вас нету вывески, у вас абсолютно такая камерная обстановка. С чем это связано? Почему вы захотели занять абсолютно новую нишу в этой индустрии? Ну, на самом деле, концепт, в принципе, не такой уникальный, есть такие снижения по всему миру, просто в Риме немножко в этом плане было по-другому. Я хотела привнести вот этот вот какой-то самополитичный подход, в том числе в наш прекрасный город, потому что это на самом деле важно, как бы иметь какие-то разные заведения, иметь возможность выбора, куда пойти, кому-то нравится более спокойно заведеть, спокойно посидеть условно даже без какой-то громкой музыки, кому-то нравится наоборот какая-то такая эра праздника, веселья, какой-то такой тусовки. И вот я хотела просто принести что-то, да, новое на рынок. И что касается нашей концепции, мы сделали открытый бар. Это тоже такая наша начальная идея, потому что мы хотели объединить все людей, которые приходят, в какую-то одну большую семью, если можно так сказать. И идея открытого барка, мне кажется, максимально этому соответствующая. Наверное, может быть, еще ребята что-то могут смотреть про открытый бар. Да, конечно, конечно, конечно. Вот я хочу тоже, вот вы как владелец, да, ваше мнение изнутри, ребята, которые работают с вами с открытия, Влад Пестряков и Бруно Шестаков, можете выбрать, кто первый поделится впечатлениями. Как вы видите, у вас тоже опыт во многих ресторанах и барах, да, работы, в чем для вас главное отличие заведения Чанг Бар? Влад? Ну, я скажу, наверное, пару слов. Так, у нас бар, в принципе, открыт, нет этой вот ощущения барной стойки в плане закрытости бармена от гостя. То есть мы все открыты, каждый гость для нас важен, и мы хотим, чтобы он чувствовал это, что каждый гость важен для нас. И мы реально создаем впечатление одного такой, как будто бы мы позвали в гости в нашу большую комнату. То есть мы стоим, разливаем алкоголь, коктейли, да, создаются впечатления, как будто бы реально большая одна семья. То есть такой квартирник, да, как модно называть? Да, именно, да-да-да. То есть нет вот этого ограждения людей. То есть вот если человек хочет, он может зайти вот мимо бара, пройти вот прямо рядом с нами, он может дотронуться до нас. То есть и мы этого не боимся, и мы это даже, наоборот, приветствуем. И мы всегда, то есть рады каждому гостю. Спасибо большое. Влад, Бруно, как вы считаете? Ну, как? Ну, в принципе, я уже в это время являюсь постоянным клиентом баров, клубов и, в принципе, ночной жизни. Поэтому, когда Оля описала идею этого проекта, в принципе, я понял, что это определенно будет успех. Потому что подобных баров с шикарной музыкой, которой слова все знают, заводные мотивчики, шикарный персонал. У нас, в принципе, уже давно не было. То есть, ну, если бар, то это достаточно, ну, как, взять, зарезервировать столик и посидеть, выпить коктейли. А у нас это, в принципе, когда ты заходишь к нам, ты 100% встретишь какого-то друга или знакомого. То есть, даже если ты пойдешь один, ты все равно закончишь весело-ночь, разговаривая с друзьями, танцуя. Спасибо. Спасибо, Бруно. Я думаю, что это смело можно просто напечатать как маркетинговый текст и попродавать просто в брошюрах. Супер, супер. Очень крутая формулировка. Мне кажется, вообще с точностью описывает, собственно, Чанг. Ольга, к вам тоже вопрос. Касаемо различия, отличия, точнее, от других заведений, в чем самое главное идеологическое отличие? То есть, возможно, это какие-то стандарты сервиса, это принципы, это ваш подход. Что вы можете выделить? Я бы сказала, что главное отличие, наверное, открытость, наша страсть к нашему телу и к тому, что, в принципе, мы все на самом деле хорошая семья. То есть, наша команда, которые не просто работают или не просто обслуживают гостей, или не просто получают деньги за эту работу, это большая наша общая какая-то идеология, философия, от которой мы все, каждый день нашей команды, у нас еще есть несколько ребят. Мы в целом считаем, что это на самом деле важно, слушать друг друга. У нас каждый раз происходит какие-то совещания, мы всегда имеем обратную связь друг от друга. То есть, я бы сказала, что, наверное, наше отличие может быть в том, что мы открыты не только к гостям, не только к нашим гостям, которых мы рады видеть, но также мы открыты друг другу и слушаем, прислушиваемся друг другу. Работаем над тем, чтобы сделать наш проект круче, интереснее и ярче. Я так это вижу. могу еще добавить, что, допустим, Ольга говорила, допустим, в отличие от многих владельцев баров, то есть Ольга вовлечена в процесс работы, наверное, на сто процентов, и поэтому есть вот эта вот, как сказать, коммуникация между владельцем и персоналом. То есть, вот поэтому мы и можем, то есть, вот эти совещания устраиваем и делаем работу над ошибками и так далее. Вы вот начали говорить про то, что Чанг Бар – это даже больше такой социальный клуб, да? То есть, люди туда приходят, они, как Бруно мне понравилось, да, сформулировал, пришел один, ты в любом случае не будешь одинок, ты сядешь не где-то за барной стойкой, где по тысяче человек, да, там у тебя на голове, ты можешь уютно устроиться на винтажной мебели, за журнальными столиками, да, познакомиться с приличными, приятными людьми, да, поговорить и о делах, и о погоде, и, возможно, встретить свою вторую половинку, кто за чем ходит, да. Как вам кажется, ваша целевая аудитория, вы же наверняка уже за месяцы работы выделили тех, кто точно ваши гости, и тех, кто не ваши гости, как вам кажется вот этот вопрос? Бруно может ответить, как человек, который всегда встречает с улыбкой, с распростертыми объятиями своих посетителей? Ну, в принципе, я даже затрудняюсь ответить, какова наша целевая аудитория, но, в принципе, с самого начала пошло так, что мы не делали особо никакой рекламы для нашего бара. Изначально мы звали друзей, которые со временем звали еще друзей, и эти друзья звали еще друзей. Ну ладно, дальше, конечно, у нас стоит фейс-контроль, который определяет, вдруг пойдет или нет. Про это мы поговорим еще, да, отдельно. То есть все эти люди, они взаимосвязаны с собой, как мы знаем в Риге, в принципе, каждый знает каждого, поэтому в итоге получается одна большая семья? Ну, одна большая семья, но если бы не было фейс-контроля, можно было сказать, что здесь границ действительно никаких нет, заходите, все будете друзьями нашими. Здесь все-таки есть определенная фильтрация, потому что помещение у вас небольшое, и вы, как владельцы, как сотрудники бара, заботитесь прежде всего о комфорте своих посетителей, верно? Соответственно, вот говоря о фейс-контроле, сейчас уже достаточно редко где встречается, скорее есть охрана, но нет фейс-контроля, но у вас именно не каждый может зайти. Чем обуславливаются ваши сотрудники, когда, можно сказать, оценивают гостей, которые приходят. Понятно, что там гость должен быть в адекватном состоянии, чтобы он не разбил ничего и так далее, но, возможно, есть еще какие-то пункты, по которым вы определяете. Я, наверное, сказала бы, что, возвращаясь к теме целевой аудитории, и к тому, что кто те самые люди, те самые наши гости, которые здесь находятся, это люди, в принципе, стильные, творческие, мысливые, современные, многое путешествующие, люди, которые знают, уважают себя, в первую очередь, и уважают тех людей, которые находятся рядом с ними. Это люди современные, даже дело не идет о каких-то доходах, или о каком-то социальном статусе, или о каких-то внешних данных. Имеется в виду, что это люди объединенные какой-то общей идеей, какой-то концепцией, которую мы пропагандируем. То есть те люди, которым нравится концепт, нравится наш интерьер, нравится наши отношения. Вот эти люди, они, в принципе, являются нашей целевой аудиторией. И, конечно же, у нас есть определенные ограничения в плане возможностей. Да, чуть-чуть зависло. Но, тем не менее, мы не ограничиваем сильно наших гостей. Мы рады, на самом деле, всем, но у нас есть определенные ограничения, да, связанные они именно с нашей поместительностью. Так что фейс-контроль просто жизненно необходим, иначе всем нашим гостям будет некомфортно находиться в данных условиях. Но это не какая-то суперсложная проблема, не обязательно быть какой-то там звездой или там еще кем-то. Главное быть взрывомыслящим, взрыватным человеком, выглядеть соответствующим образом. Потому что важно, что в нашем интерьере люди, они тоже должны как-то, ну, как-то вот ту эстетику, которую мы прегондируем, разделять. Это тоже к их внешнему виду, к их отношению к нам. То есть, приходя в наш бар, важно понимать, что мы не просто там, не знаю, выпиваем или что-то делаем. Мы общаемся, мы приносим удовольствие друг другу, в том числе эстетическое удовольствие. Это, на самом деле, очень важно. Так что я вот думаю, что как-то вот так. Мы сейчас должны уйти на небольшую короткую рекламу, да, вернемся после паузы. Открытая кухня в эфире. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». И сегодня мы, несмотря на все негативные новости, грустные новости, обсуждаем потрясающе интересное место с уникальным концептом, которое открылось в конце прошлого года. Это своего рода квартирник. Называется он «Чанг-бар». И сегодня у меня на связи представители этого заведения, поскольку все мы знаем, вчера были введены новые правила нахождения на карантине, соблюдаем дистанцию уже не только 2 метра, но еще и общаемся по видеосвязи. Вот, благодарю за это своих гостей, что согласились на такой телемост. Еще раз представлю сегодня у нас на телемосте Ольга Легошина, владелица «Чанг-бара», Влад Пестряков, шеф-бармен заведения, и Бруно Шестаков, хост «Чанг-бара». Мы уже обсудили какие-то такие концептуальные моменты «Бара-чанг». Сейчас хотелось бы поговорить более глубоко, и с этим вопросом я обращусь, наверное, к Владу, как к главному бармену. Коктейльная карта. В чем ее главное отличие? Какие у вас напитки? Может быть, у вас есть какая-то уникальная подача? Вы используете посуду, которую нигде не встретить? Это ингредиенты? Это какой-то особый подход в миксологии заготовков для этих коктейлей? Давайте раскроем именно творческую часть и то, чем вы угощаете своих посетителей. По поводу коктейльной карты. Во-первых, хочется обратить внимание, что у нас нет меню самого такого. То есть человек, если хочет заказать коктейль, то мы индивидуально, либо это Бруно, либо я, у нас еще есть второй бармен, он имеет беседу с человеком, и вот надо как можно быстро выяснить, что человек хочет. То есть каждый напиток, получается, может считаться индивидуальным для каждого человека. Посуда мы заказываем из Европы, то есть хорошее стекло, хорошая посуда. Очень жалко, когда она бьется. А такое бывает. Насчет алкоголя... Что, простите? Такое бывает, да, что бьется посудой, что всегда жалко. Да, бывает. По поводу алкоголя мы используем хороший премиум класса алкоголь, и на нем же делаем коктейли. Оттуда может быть и цена коктейлей, то есть в среднем это от 9 до 12 евро, но это вполне, как бы, оправдано ценой и качеством того алкоголя, который мы льем в коктейле. Вот, подаем, стараемся, как бы, perfect serve, то есть большой кусковой лед, чтобы не разбавлять коктейли водой. Вот, тоники все, отдельные бутылочки, то есть каждый, допустим, тот же самый джин-тоник, давай, ты не выведешься тоник, это свежий тоник, тоже так можно сказать. Вот. Ингредиенты, в принципе, они простые, это свежевыжатые соки, и это корделы, которые мы делаем у себя на бэке, и просто от нашего объема коктейлей, немножко большой объем, мы вот, как бы, упрощаем карту, то есть мы не стараемся не делать супер-пупер сложные коктейли, потому что это влияет на время отдачи коктейлей. Но их мы тоже умеем сделать. Это по-любому, конечно. Бруно, вот Влад, да, упомянул, что вы, общаясь с гостями, понимаете их уже вкусовые предпочтения, как вы выходите из тех ситуаций, когда, ну, я не знаю, что вы, как вы начинаете нащупывать гостя, да, классифицировать его вкусы, да, и помогать ему приблизиться к истинному наслаждению, да, в виде напитка. Расскажите. Ну, в принципе, начнем с того, что у меня уже достаточно большой опыт работы с гостями общепита, и, в принципе, я уже по лицу могу понять и по настроению, что там будет. Но, в принципе, наверняка нужно начать с основы коктейля. Какой алкоголь? Да. Что пил человек? Переходим на вкусовые предпочтения. И дальше кислое, сладкое, там, лонгдринк или более что-то. Да, 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 да. Лонгдринк и так далее. Бывает, что человек совсем не понимает, что он хочет, то ты, наверное, начинаешь отталкиваться от того, чего он не хочет. Да, так иногда тоже. Может, игристо, он говорит, ой, вот, стопудово не игристо. Вот не игристо. То есть не надо ни процек, что там было, ни тоник, и ты уже более-менее уже, как бы, двигаешься в другом направлении. Ну, на самом деле, даже более того, к нам, ну, очень много приходит наши постоянные, кастин, друзей, и уже они заказывают, ну, практически всегда одни и те же коктейли, и ребята... Это, опять-таки, тот самый индивидуальный подход, тот самый семейный подход, о котором мы говорим. Ребята уже с самого начала знают, что наши гости любят, что они предпочитают. И это, на самом деле, очень важно для гостя, вот, почувствовать вот эту вот атмосферу. И, вот, собственно говоря, мы над этим, как раз-таки, тоже думали. Мы этому рады, что мы предоставляем нашим друзьям, нашим гостям тот самый коктейль, тот самый атмосфер, за которую они сюда и приходят. И, помимо этого, мы еще планируем привозить и поставлять новые, абсолютно новые продукты алкогольные на латвийском рынке. Это будут интересные джины, интересные акценты, мискали, то есть это будут интересные продукты, которых здесь нету. Это будет эксклюзивно только в нашем баре. Вот сейчас ситуация немножко поменялась, мы работаем в рамках, да, реалий, но это обязательно будет. Так что, если кто-то из наших ГЗКС захочет попробовать что-то очень-очень уникальное, мы с удовольствием и с радостью предоставим эту возможность. Да, вон Бруно уже показывает, что можно звонить всегда, Бруно, и он вам все. Конечно, всегда. Я всегда жду звонка. Вот, хорошо. Ой, сегодня прямо действительно такой эфир, я говорю, что такие были грустные новости перед нашей программой, да, мы здесь улыбаемся, вот, но на самом деле давайте хороший действительно пример показывать, что... Но мы же профессионалы. Да, 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 да. Ольга, еще вопрос касаемо команды, да, вот я вижу двоих очаровательных молодых людей сегодня у себя на видеосвязи. С чем связано то, что ваша команда, она исключительно мужская? То есть это было тоже как-то концептуально продумано или просто так получилось? Нет, это не было каким-то задуманным актом махтем, да? Нет, просто есть там... С точки зрения какой-то дискриминации. Нет, 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 не дискриминация ни в коем случае. Просто есть фишки, как у того же Раппорта и так далее, да, где только девочки в красных командах. Ну, нет, на самом деле такой, нет, такой задач не было, не стояло, но я всех ребят, которые у нас работают, приглашала на работу и приглашала в нашу команду исключительно с такой, не знаю, с точки зрения интуиции. То есть я, например, первого, кого я встретила, это был Бруно, вот, потом был Влад. То есть я их встретила до того, как мы открылись, за много там месяцев до открытия, и я поняла, что это ребята, которые суперпрофессионалы, супер, мега, ну, то есть они настолько круто сюда как-то вот впишутся, да, и настолько мы классно друг с другом будем сотрудничать, чтобы не было никаких сомнений в том, что мы сработаемся. И опять-таки все остальные наши ребята, которые в нашей команде работают, так случилось то, что они мужчины, но такой задачи не стояло, и я надеюсь то, что всем комфортно, я всегда на связи, всегда поддерживаю какую-то обратную связь с нашими ребятами, и для меня очень важно от них услышать какие-то пожелания, какие-то, не знаю, любые какие-то комментарии, да, в плане работы. И это, на самом деле, очень важно для меня и для нашей команды в целом, я считаю. В принципе, дорогие телезрители, сейчас есть уникальная возможность, в принципе, после карантина мы будем открывать одно новое секретное местечко в Чанге, и в данный момент мы рассматриваем кандидатуру новых барменов. Молодец, Бруно, используешь время. Ты знаешь, как на поле чудес. А сейчас я хочу передать привет своей бабушке, двоюродной сестре и дяде, также и Бруно. Ну, приходите к нам на работу после карантина. Молодец. Окей, мы поняли, что у вас будет одно секретное местечко. Что будет с едой? Планируете ли вы какие-то закуски, какую-то кухню? Какие у вас планы, если можно приоткрыть завесу тайны? Да. Нет, ну да. На самом деле мы тоже думали, мы немножко не успели, так сказать, впрыгнуть в этот вагон. Закуски сложные, но мы не хотим делать закуски суперсложными, какими-то суперзамороченными. В то же самое время мы их сделаем обязательно очень вкусными, красивыми и соответствующими нашим, то есть должно быть соответствие закусок нашим коктейлям. Мы над этим работали, сейчас ситуация немножко изменилась, обязательно к этому повернемся. Более того, мы думали над идеей создания кафе днем, потому что место действительно уникальное, крутое, здесь поблизости нет ничего такого даже похожего, и мы подумали, что было бы классно еще разработать очень крутые блюда здоровой кухни, так как я сама на самом деле давно слежу за своим личным питанием. Для меня это очень важно, и мы хотели тоже внедрить вот эту концепцию здорового питания и применить ее сюда как бы в фянге, но в дневное время. Поэтому над этим тоже работаем. Это будут обязательно очень крутые, качественные продукты, качественная подача, какие-то нереальные смузи, нереальные свежевыжатые соки, все очень полезно. И над этим тоже мы, опять-таки повторюсь, работаем, все обязательно будет. Так что воспользуйтесь обязательно тоже. Влад, будете ли вы принимать участие в разработке тоже каких-то, как это называется, food and cocktail pairing, когда у вас там появится, например, шеф-повар, который придет со своими задумками, что же будет в меню? Естественно, это всегда очень интересно, и я всегда, то есть, рад. У меня был опыт работы тоже в Питере. У нас был... Я работал в коктейльном баре, там был food pairing, то есть коктейлю мы делали, сам бармен делал какую-то закуску. Ну, естественно, чтобы это сочеталось. И, в принципе, я считаю, что это хороший тренд. Этот тренд уже давно, и надо как бы... Работать над этим. Да, работать над этим, и радовать людей, и удивлять. Вон, говоря о трендах, да, вы идете в ногу со временем. Вы чувствуете конкуренцию? Вот вопрос и к Ольге, как к владелец, и ребятам, которые знают там коллег из других баров. Бруйчик, ты чувствуешь конкуренцию? Ну, честно говоря, не особо, потому что, в принципе, каждый бар, который у нас есть в Риге, а у нас, в принципе, не так много действительно качественных баров, они каждый отличаются от себя атмосферой, коктейлями, настроением и так далее. То есть, в принципе, я любитель сходить в бар, и я очень люблю всех наших остальных барменов, уважаю шикарные коктейли, все отлично, поэтому мы, в принципе, даже не стараемся с ними как-то... Конкурировать. Да, я поняла, да, да, просто не все радиослушатели видят нас. Кто-то только слышит, поэтому Бруно сейчас просто, да, подбирал слово. Так, можно? Да, конечно, говорите. Никого не перебиваю. Ну, давай. А, то, что я хотел сказать, то, что конкуренция, может быть, это вообще какое-то неправильное слово в нашей, как бы, сфере бизнеса, в том плане, что я считаю, что все бармены, они должны, как бы, контактировать между собой, мы должны... Это должно быть как какое-то одно комьюнити, и конкурировать, это, наверное, было бы глупо. То есть, я знаю, что есть ребята, которые отправляют к нам. После, вот, они закрываются, отправляют, вот, идите в Чанг. Мы свое время, когда мы закрываем Чанг, то есть, мы отправляем в другой бар, в другой клуб. То есть, мы советуем, и конкуренция, наверное, как-то грубо даже. Я хотел бы, наверное, с другими барменами и барами, как бы, работать над одной мыслью, то есть, просвещать людей новыми тенденциями, тренды, то есть, как-то вот, чтобы это было одно большое барное комьюнити, и тогда будет какое-то развитие. И тогда люди, вот, научатся пить. А если, там, не знаю, какой-то вот мы лучшие, мы, там, мы так-то, так-то, то есть, тянуть на себе одеяло, то развитие, не знаю, остановится как-то. Очень хорошие слова, я согласна. Почему задала такой вопрос? Потому что, тоже буквально, когда у меня был на эфире Gimlet, Nordic Bar, ребята говорили о том, что они друг друга поддерживают, помогают, если нужно там льдом поделиться, если нужно какие-то продукты принять или одолжить, все это работает, да, то есть, ребята действительно не хотят ни с кем иметь враждебные отношения. Вот, но все-таки у нас присутствуют и те, кто там в TripAdvisor, гадости про друг друга заказные пишут, ну, в общем, не без этого, но я очень рада, что вы максимально позитивно смотрите и на это тоже, вот, так что, ребята, молодцы, могу только успехов пожелать, чтобы не ломались эти принципы, это круто, молодцы, правда. У нас остается не так много времени, я бы хотела, да, пять минут, Родион Золотарев, наш звукорежиссер, подсказывает, остается до окончания нашего эфира. Бруно оказывается знаком, и я вам фотографию потом пришлю, он рядом сидит здесь, да. Ну, может, это привет. Да, да, Бруно уже сегодня много покрутил барабан и передал всем привет. Собственно, да, как бы ни было нам сегодня весело в этом потрясающем эфире, немножко о грустном. Я знаю, что в связи с этой пандемией вы попробовали и пробуете разные варианты. Сначала при введении комендантского часа вы пробовали сделать совместные кинопросмотры, кинопоказы, да, из 6 до 11 принимали своих гостей и угощали коктейлями. Далее, как только вид разрешил доставку алкоголя, чего раньше не было никогда, вы стали делать свои коктейли фирменные еще и в оригинальной упаковке, насколько я знаю. Хотела бы, чтобы вы пару слов тоже про это сказали, и насколько это пользуется успехом, и как вы видите вообще дальнейшую жизнь бара, как по-вашему, насколько долго это все затянется, то есть какие-то такие прогнозы от команды Чанга? Ну, я можно возьму слово, потому что на самом деле ситуация действительно очень непростая, нет какой-то уверенности, да, в завтрашнем дне мы, никто из нас, я думаю, не может представить себе, да, во что это все перейдет, куда мы вообще все идем, но в целом я хотела бы сказать следующее, как человек, который препагандирует осознанное отношение к себе, к жизни, к окружающей среде, и человек, который, в принципе, я считаю, что всегда нужно смотреть на все с позитивом, я надеюсь, что вся ситуация непростая, которая сейчас существует в мире, да, глобально, она нас сподвигает на какие-то изменения в лучшую сторону, потому что, к сожалению, так получается, что наша жизнь, наша планетка, она действительно страдает, мы потребляем слишком много, мы как-то слишком, наверное, зациклены на себе, на своих каких-то материальных, да, благах, мы не всегда рады, не всегда счастливы даже каким-то, ну, элементарным, элементарным, не знаю, событием, мы всегда почему-то мало, мы всегда стремимся к чему-то большему, вот если смотреть на это все глобально, я думаю, что сейчас такой момент, когда мы все немножко задумаемся, да, над тем, что же происходит у нас внутри, мы как-то поменяем себя в лучшую сторону, и я пропагандирую всегда всех максимально использовать винтажные предметы мебели, да, то, что происходит в Чанге, у нас вся мебель винтажная, мы тоже, ну, как бы для нас это очень важно, и я пропагандирую всех думать об упаковке, о каком-то, не знаю, моменте, когда вы используете что-то, и потом это выбрасывается, давайте думать о том, чтобы не выбрасывать что-то, а делать ресакл, о том, чтобы мы использовали вторично одежду, мебель, это очень, на самом деле, важно, потому что действительно наша планета просто страдает от того, что мы ее перенасыщаем потреблением, и вот сейчас, к сожалению, с точки зрения финансовой, да, всей составляющей ситуация очень непростая, мы, на самом деле, пытаемся выжить сейчас весь наш рынок, да, мы страдаем, наш рынок просто падает в какую-то пропасть, я думаю, что страдают, на самом деле, очень многие, да, участники, игроки рынка, не только гостиничного, там, да, и ресторанного, но и в том числе у всех остальных рынков, но, тем не менее, мы хотим видеть, да, какой-то позитивный прогноз, мы хотим надеяться на лучшее, и данную ситуацию наш бар воспринимает как какую-то возможность для дальнейшего роста, для каких-то возможностей, для каких-то изменений внутри себя, и в том числе в объединении, да, в объединении с нашими коллегами, о чем говорил Влад, в объединении друг с другом, в объединении с нашими, там, с членами семьи, с нашими друзьями, мы видим, как раз-таки я лично вижу развитие, то есть нам не нужно отдаляться, нам не нужно закрывать друг друга из себя, нам нужно, наоборот, объединяться, нам нужно быть ближе, нам нужно думать, помогать друг другу, поддерживать друг друга, любить друг друга. И тогда, я надеюсь, что всё образуется, всё как-то придёт в нужное русло. Наверное, это такая ситуация. Отлично, нам вот на такой миролюбивой, я бы сказала, и благодетельной ноте нужно завершить сегодняшний эфир, к сожалению, но я тоже продублирую информацию о Чанге, что ребята действительно пытаются сейчас изо всех сил и радовать своих гостей по-прежнему, и самим оставаться на плаву, поэтому у них упаковка, сделанная из стекла, крышки из металла, делаются с красивыми наклейками, их традиционные, все фирменные коктейли доставляются вам до дверей, поэтому у кого есть желание поддержать бар и попробовать что-то оригинальное от Влада Пестрякова в шеф-бармена заведения, смело заходите на их страницу, изучайте ассортимент, связывайтесь. Вот, я благодарю ещё раз, сегодня в моей студии не было, к сожалению, у гостей они были на видеосвязи, но был безумно интересный эфир, позитивное настроение, только вперёд. Ольга Легошина, владелец Чангбар, Влад Пестряков, шеф-бармен, и Бруна Шестаков, хост, который передавал сегодня привет всему миру. Посмотрите на Бруну и улыбнитесь. Спасибо большое. Спасибо, Лера, большое. Вам, да, держитесь, держитесь. Идёшь, и заказов. Да. Спасибо, всех любим. Доброго вам вечера. И будьте здоровы. Будьте здоровы. Обязательно. Пока-пока. Спасибо.